Легкий мороз, сменяющийся небольшим потеплением, хорошая проверка кровель на предмет герметичности. Там, где ее нет, растут сосульки. Их много. И на жилых домах, и на офисах. Работа у коммунальщиков сейчас не в проворот. Сразу после новогодних праздников в центре города на некоторых офисных зданиях начали борьбу с сосульками. Дом 24 по улице Железнодорожная превратился в ледяное царство. Сосульки сковали края кровли, да так, что некоторые касались окон квартир. В четверг утром сюда приехала бригада управляющей компанией Мособлоэксплуатация, чтобы очистить дом от ледяного плена. Данный вид работ предусмотрен действующим законодательством в сфере содержания многоквартирных домов. Это 170-е так называемое постановление ГУСТРОЯ. Это минимальная перечня работы услуг по содержанию общедомового имущества. Также данный вопрос обсуждался на еженедельных совещаниях с предприятиями жилищно-коммунального комплекса. В случае, если поступают заявки через систему Добродел, через единую дежурно-диспетчерскую службу, это все передается в управляющие организации и производится работа. Снег и наледь удаляют только со скатных крыш. Зимой они представляют большую опасность, чем плоские кровли. В случае несанкционированного схода снега или льда с кровлей, в случае, если будет причинен ущерб жизни и здоровью, это прямая ответственность директора, в том числе и уголовная. Это ответственность управляющей организацией в части причинения материального вреда или вреда, не дай бог, жизни или здоровью. Улица Железнодорожная – не единственное место, где сбиваются сосульки. Участку севера – это углич и северный поселок, порядка 10 домов. По Клементьевскому участку – это Клементьевская, Воробьевская, порядка 30 домов. Все идет согласно графику. По Фанасовскому поселку завтра 21-25 дом будут очищать. Уже завтра бригада, управляющая компанией Мособлэксплуатация, начнет работу еще по нескольким адресам. Ирина Белякова, Антон Коврежных, Никита Корсков. Программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok